Здравствуйте на первом канале Евразия Новости в студии Гульзия Ситова. И вам Брианта Пузидис. Добрый вечер. В Южно-Казахстанской области за три месяца украдены шесть невест. Все они несовершеннолетние. Это данные Национальной комиссии по делам женщин. Такие случаи в основном происходят в южных регионах страны. Всего за 11 лет в Казахстане зарегистрировано более 30 тысяч браков с несовершеннолетними. С подробностями Жанна Тулинде. Руле было всего 17. Она сказала нет, но ее насильно посадили в машину и увезли. Так началась замужняя жизнь этой девушки. У нас считается позором, когда девушка возвращается. И обещают, что все будет хорошо. И остаешься. Придется привыкать. А это социальная реклама из соседней Киргизии. Там поняли, традиция трансформировалась в проблему. На телеэкранах и в газетах появились материалы с громкими заголовками о том, что кража невест – тяжкое преступление. Казахстанская Национальная комиссия по делам женщин согласна с мнением соседей. Предотвратить такие союзы можно. Они предлагают запретить религиозные браки без документа из ЗАГСа, а чтобы наверняка закрепить уголовным кодексом. Необходимо повышать ответственность родителей, для того, чтобы они тоже не решали бы свои проблемы за счет судьбы своей дочери, своих девочек несовершеннолетних. Наказывая их административно, возможно. В МВД факты воровства невест не зарегистрированы. Причина – общественное мнение, влияние родственников, а порой даже страх. Хотя, например, за три месяца 2012 года по Южному Казахстану только было зафиксировано шесть случаев обращений по кражам невест. Однако практически все эти дела были закрыты по причине примирения сторон. Асауля в браке три года, у нее растет сын. Говорит, такие меры могли бы помочь другим. У женщин должно быть женское счастье. А если девушка несовершеннолетняя, ее вообще не трогать. Она ведь ребенок еще.